Студенчество Прекрасная пора, когда надо спешить жить, пробовать себя в одном, другом, третьем Студенческие КВНы, походы, песни под гитару и, наконец, сами сессии Все это незабываемо Именно во времена учебы мы постепенно осознаем важность понятия надо Понимаем, что такое долг и обязанность Учимся планировать нашу деятельность А еще в студенчестве завязывается самая крепкая дружба Прочитывается больше всего книг, переживается масса любовных романов и веселых приключений Однако поиски себя сопровождаются как успехами, так и разочарованиями Поэтому важно, чтобы в мятежные годы формирования личности рядом с молодым человеком Оказалось что-то вечное, неизменное, не поддающееся сомнению У студентов Донецкого национального технического университета теперь есть такая духовная поддержка 8 августа 2011 года в Донецке произошло знаменательное событие Состоялось освящение храма в честь святого апостола Андрея Первозванного Церковь построили на территории Донецкого национального технического университета В нашем регионе это первый храм при Альма-Матер и в Дон-НТУ этим очень гордятся К слову, учебное заведение входит в десятку лучших вузов Украины И в прошлом году отметило свое 90-летие Кроме богатой истории оно имеет и прекрасных выпускников Именно им принадлежит инициатива возведения храма Очень правильно принято было решение нашими выпускниками В частности Виктором Носинкисом, Александром Роженковым, Михаилом Мельяшовым Которые являются выпускниками нашего университета И которые согласились материально создать этот храм Поскольку университет не мог ни де-факто, ни де-юре создавать такой храм самостоятельно Место под строительство храма при Дон-НТУ было освящено в 2007 году Чуть ранее в университете начала работу православная община Возглавил которую Александр Троянский, проректор по учебной работе И пока продолжалось строительство, члены общины активно работали Все эти годы мы проводили во внеклассное время, вне занятий в библиотеке Проводили такие чтения, посвященные Андрею Первозванному На этих чтениях мы обсуждали самые разные темы И темы связанные с евангельской историей, с учением православной церкви И с теми проблемами, которые волнуют человека сегодня И как на них смотрит православная церковь И должен сказать, что вот эти чтения, они получили такую большую популярность Регулярно собираются люди, причем собираются абсолютно добровольно Также православная община устраивала и многочисленные акции по сбору вещей для малоимущих Так через благотворительность студенты постигали азы православия У нас есть среди молодежи очень такие активные, постоянные члены Ну, конечно, я не буду лукавить Основная масса студентов, они только, так сказать, начинают, что называется Приобщаться к православию Знакомиться с этой религией Хотя это звучит парадоксально Знакомиться с религией, которую, так сказать, исповедовали наши деды и прадеды Сегодня жизнь университета уже сложно представить без храма Он небольшой, но уютный, всего 100 квадратных метров А его трехметровый крест на сияющем куполе возвышается над землей на высоте 25 метров Рядом с храмом колокольня А на пороге всех прихожан встречает молодой священник, отец Вадим И сразу разговор завязывается на тему современной молодежи Современная молодежь какая она? Вам же не хочется верить в то, что все поколение пепси, поколение ущербное? Более того, я и не могу так сказать Просто не могу так сказать Потому что встречая молодого человека, молодых людей, общаясь с ними Я вижу, что искренне наполнены поиском Очень многие, могу даже сказать, что большинство С серьезными вопросами наполненными и ищут серьезные ответы Не могу сказать, что молодежь сегодня потеряна Молодежь сегодня может быть несколько дезориентирована Почему так происходит? Я думал, что некий иммунитет, некая внутренняя подготовка Она может позволить тому или иному человеку отвечать на вызовы Молодой человек еще не обладает недостаточным иммунитетом внутренним Недостаточным материалом базинственным, чтобы сумела принять эти вызовы А тем более на них ответить А сегодня человек еще не успел встать Уже на него всевозможное, это всюду Иди к нам, иди сюда, иди здесь Человека просто разрывают на мелкие клочки И мне кажется, вот эта раздробленность О раздробленности внутренней можно говорить человеке Но о целом поколении нельзя так говорить Проблемы современной молодежи и Ерею Вадиму Уткину знакомы хорошо Он и сам еще в том возрасте, когда смело можно назвать себя молодым человеком Батюшке всего 29 лет Чтобы вызвать доверие у студентов, священник выбрал простую, но действенную тактику Быть на равных Пока я сам готов учиться, и в том числе и у молодых людей У каждого, кто ко мне приходит, мне самому интересно поучиться Очень сложно назвать себя наставником или учителем Есть один у нас учитель, есть один у нас наставник Я всегда воспринимаю себя и приходящего человека Как сопутники, соработники, собеседники Мы всегда вместе находим ответы на какие-то вопросы Вместе идем к какой-то цели Если эта цель не ясна, мы стараемся очертить ее более ясно сделать Всегда совместная работа совершается и прихожанина, и священника Для батюшки Свято-Андреевский храм первое настоятельское послушание За менее чем полгода служения ему удалось расположить к себе прихожан С самых разных возрастов и профессий Очень симпатичный человек Мы искренне благодарны митрополиту за то, что он назначил нам такого священника Это важно, чтобы молодой интеллектуал, священник общался со студентами Это располагает молодых людей к тому, чтобы посещать храм Доверять ему сокровенное Мы очень положительно относимся к нему как человеку и как духовнику Отец Вадим уверен, образование обязательно должно содержать нравственные аспекты Сделать так, чтобы из стен вуза вышли не только квалифицированные специалисты, но и хорошие люди Вот задача, ради которой и преподаватели, и духовенство готовы объединить свои силы Мы можем прямо отмечать то, что не все гора с нашей молодежью в плане ее поведения Общественно-политической платформы, патриотических моментов И в связи с этим мы считаем, что единение образования светского и духовного позволит заполнить образовавшиеся бреши в формировании молодого украинца Андрей студент пятого курса и панамарь студенческого храма Молодой человек говорит, что его первый визит в церковь был случайностью Однако теперь вера заняла важное место в его жизни Довольно-таки приятно служить в храме и душой, и телом тут можно отдохнуть Придаться молитве Ну и сразу с батюшкой как-то установили Он мне сказал привет И для меня это было очень неожиданностью Так как я представлял себе это более как Что это будет более официально Ну после как бы такого приветствия я как бы более расслабился И после службы батюшка подошел ко мне, и мы очень поговорили Так С этого дня я начал ходить в храм Мне очень нравилось, и в один день меня батюшка позвал панамарить, быть панамарем Конечно я сначала ничего не знал, но никто в этом не рождается И со временем это все приходится, и всему это лучше все Друзья по-разному относятся к выбору Андрея Его служение в церкви кого-то восхищает, кого-то удивляет А некоторые и вовсе не считают нужным посещать храм Утверждая, что помолиться можно и дома Но парень с таким мнением не согласен В храме создается, конечно, своя среда Которая как бы позволяет человеку предаться молитве И отдаться просто служению В каждый момент, когда идет служба Человек все-таки отвлекается Но в тот момент, когда он приходит опять в мысли Он находится все же на службе И он опять возвращается к молитве В Свято-Андреевском храме возраст и регалии стираются Здесь нет разделений на руководителей Подчиненных преподавателей и студентов Здесь есть просто люди, которые пришли в храм Чтобы удовлетворить свою духовную жажду Это место, где я могу задуматься Остановиться и задуматься о том, что происходит Зачем происходит, что я из себя представляю Что происходит вокруг меня Вот это лично для меня Поэтому, придя на ту же службу Общаясь с отцом Вадимом В принципе, я, наверное, познаю, кто я такой И зачем, и что я здесь делаю Что я могу сделать, чего я достиг Сергей Кравченко любит общаться с отцом Вадимом И часто бывает на праздничных и будничных службах С интересом наблюдает за тем, как меняются студенты Которые впервые переступают порог церкви Интересно наблюдать со стороны тоже место, где понаблюдаешь Наблюдаешь, как человек действительно проникается Вот чем проникается, неизвестно Он подходит, отец Вадим еще практикует К каждому обратиться, заметит какую-то особенность у этого человека В принципе, студенты, я думаю, они задумываются Другое дело, я не могу сказать, о чем каждый из них задумывается Но задумывается, и это уже хорошо Дело в том, что роль института, как я вижу, роль университетов Это не дать знания Знания есть, конечно, вековые, но очень часто устаревают Очень быстро устаревают знания Это научиться думать, научиться учиться, научиться мыслить В принципе, я думаю, они здесь задумываются о таком О более глобальном, нежели о этом суете мирской Поэтому я думаю, что что-то каждый найдет себе Каждый, вот недостающее, наверное, действительно Что-то недостающее каждый найдет здесь В церковь молодые люди приходят с разными проблемами Некоторые удается преодолеть простым разговором Разрешение других требует серьезной внутренней работы над собой Но среди всего, что беспокоит сегодняшнюю молодежь Отец Вадим выделяет две основные проблемы Проблема одиночества При всем том, что сегодня огромное количество средств и ресурсов Уделяют внимание человеку Сегодня очень много социальных сетей Сегодня есть возможность человеку общаться и связываться Технические программы позволяют связывать человеку с любой точкой мира Сегодня огромная проблема Человек одинокий Человек при окружении людей В окружении людей множество количества людей Человек остается непонятным, нереализованным Его внутренний мир погибает Происходит какое-то увядание внутреннего мира человека Депрессивное состояние Не знает, что человек делает Что ему хочется К чему стремиться А нужно ли стремиться А средства или цели, которые он ставит Насколько неправильно Насколько цель оправдывает средства Что сегодня делать Жизнь храма не стоит на месте Она насыщена интересными событиями На то он и студенческий храм Совсем недавно здесь отметили День Татьяны Покровительницы всех студентов Храм был заполнен полностью до отказа Даже на ступенях ведущих к храму стояли студенты И внутри там яблоко было негде упасть Было очень много студенческой молодежи Которые стояли и слушали службу И проникались атмосферой храма И атмосферой нашей религии Есть у Свято-Андреевского храма и планы на будущее Здесь работает над созданием детской воскресной школы И она будет иметь свои интересные особенности Мы работаем над детской воскресной школой Где преподавателем будут сами студенты Из числа наших прихожан, которые когда-то ходили в воскресную школу И сегодня они, исходя из своего опыта, из опыта нашего Вместе будем как-то подбирать какие-то интересные моменты Формы общения с детьми Чтобы заинтересовать и деток Открыть им глаза на жизнь Посмотреть, насколько жизнь красива, увлекательна А жизнь с Богом тем более, тем паче Хочется верить, что через учебу к Богу придет еще много молодых людей И все желающие получат Божье благословение На освоение науки и счастливую жизнь Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok